Здравствуйте! Сегодня приготовим классный крем для покрытия и декорирования торта. Этот крем нормально переносит в жару, почти как ганаш, но намного вкуснее. Готовится из доступных продуктов. Себестоимость большой порции этого крема получается совсем недорого. К тому же большой плюс, что крем получается белым. Этим кремом можно нанести структуру на торт, пользуясь силиконовыми ковриками. Если вам интересно, оставайтесь со мной и будем делать вместе. Рецепт этого крема будет написан также в описании. Для этого крема нам нужно 400 г глазури, масло 300 г, чайная ложка желатина, столовая ложка воды, 150 г сметаны магазинной и какой-нибудь ароматизатор по вкусу. Мне нравится ваниль, поэтому я использую ванильный сахар. С самого начала нам нужно замочить желатин. Заливаем просто водой и оставляем на несколько часов желательно. Делаем паровую баню. В ёмкость выливаем сметану. Я брала магазинную сметану жирностью 20%. Можно взять жирнее 30-25%. К сметане сразу добавляю ванильный сахар. Теперь будем нагревать сметану на паровой бане до тех пор, чтобы ванильный сахар растворился. Смотрите, чтобы всё получилось, чтобы ничего не свернулось. Когда уже работаем с паровой баней, лучше не отходить. И желательно всё время помешивать, так, чтобы ничего не пристало и не свернулось. Как только ванильный сахар растворился в сметане, я добавляю шоколадную глазурь. Можно также использовать и шоколад. Но я взяла глазурь, во-первых, потому что она дешевле, а во-вторых, она намного светлее, чем шоколад. А для крема это очень важно. Сейчас на рынке есть очень большой выбор разной шоколадной глазури. Я взяла не самую дешёвую, но где-то по цене среднюю. Теперь нам нужно эту глазурь растопить. И мы её будем топить вместе со сметаной. Вот немного помешивая. В принципе, как я уже сказала, отходить не надо. Лучше помешивать, потому что сметана может свернуться. И где-то глазурь пристанет к стенкам. Глазурь постепенно начинает нагреваться. И вот прямо на глазах топится. Ещё один момент. Когда топится глазурь, миска не должна касаться дном горячей воды. И газ должен быть маленьким, чтобы посуда не нагревалась слишком сильно. Тогда ничего не свернётся. На этом этапе у многих возникают проблемы либо с шоколадом, либо с глазурью. Часто глазурь сворачивается или шоколад. Вот я не стала укорачивать этот процесс, чтобы зрители могли увидеть, всё хорошо растопилось и ничего не свернулось. Вот вся глазурь равномерно растопилась. Проверяем это лопаткой. Вот она гладкая, стекает нормально. Никаких комочков нет. Всё. Тогда снимаем с паровой бани. После этого в горячую глазурь добавляем желатин. Желатин должен полностью раствориться в этой массе, поэтому мы его хорошенько мешаем до тех пор, пока он не растопится. Когда желатин растопился в массе, теперь уже можем добавлять масло. Масло у меня жирностью 72%. В принципе, здесь не имеет никакого значения, какое будет масло. Можно использовать самое дешёвое, а можно брать самое дорогое. Масло должно быть комнатной температуры. И мы его также вмешиваем сначала лопаткой, как бы постепенно вводим, чтобы оно свыклось с температурой. Я вымешиваю масло до тех пор, пока оно не разделится на мелкие кусочки. И после этого беру ещё миксер и миксером пробиваю всё остальное. Вот здесь мы миксер используем не для того, чтобы взбить, а просто вымешиваем, чтобы масло полностью растворилось в этой массе. После этого ставим эту массу теперь на стабилизацию. Её можно оставить в помещении, но чтобы процесс прошёл быстрее, лучше поставить в холодильник. Я оставила на 30 минут. В холодильнике плюс 3 градуса. После холодильника и стабилизации крем становится намного плотнее. Один раз я его вымешивала прямо в холодильнике, поэтому он у меня как бы пошёл крупинками. Но это всё ерунда. Нужно посмотреть на плотность крема. Если вас такая плотность устраивает, значит готовим крем к работе. Будем его взбивать. Если нет, хотите поплотнее, надо подержать немного дольше в холодильнике. Вот смотрите, во время взбивания крем становится гладким, однородным. Чтобы крем не получился слишком воздушным, для выравнивания это не очень хорошо. Поэтому лучше взбивать на маленьких средних оборотах. Во время взбивания этот крем, так же как и ганаш, немного увеличивается в объёме и светлеет. Всё, наш крем готов к работе. Если после взбивания у вас образовались пузырьки, ну вот можно таким простым способом лопаткой немного как бы выбить воздух из крема. В этот раз я буду выравнивать торт одним махом. То есть, один раз. Для этого я засадила крем в кондитерский мешок. И сейчас быстренько обойду весь торт сначала кремом. И потом буду выравнивать. Этой порции крема должно хватить на два торта диаметром 16 см. Всё зависит, каким способом вы будете выравнивать и какой слой крема будет на торте. Для выравнивания тортов у меня есть множество разных шпателей. К разным кремам я подбираю разные шпатели. И сейчас сразу отвечу на вопрос, который часто задают зрители. Где я всё покупаю? Я покупаю в интернет-магазинах обычно. Ищу где что подешевле. Вот пользуясь сервисом кэшбэк, можно действительно хорошо сэкономить. Есть такой хороший сайт SmartySale. На этом полезном сайте собрано множество интернет-магазинов, которые пользуются большим спросом у людей. Здесь можно купить всё для кондитеров. Смотрите, где есть акции и где есть большие скидки. И покупайте всё, что вам нужно. Возвращаемся к торту. Так вот, для работы с этим кремом я пользовалась вот этими тремя шпателями. Они мне подошли больше всего. С самого начала выравниваю вот этим широким шпателем. Он хорошо снимает лишний крем. Этим шпателем я провожу грубое выравнивание. Я уже говорила, что этот торт выравнивала в один этап. А после него беру более мягкий, более мелкий. Затираю мелкие такие дефекты уже. Этот шпатель пластмассовый. Из гибкой пластмассы. И он более гибкий. Как бы больше подходит для затирания или подмазывания мелких неровностей на торте. После выравнивания боков я выравниваю верх. Сверхом всегда нужно дольше повозиться. Где нужно, я ещё добавляю крем. Где не нужно, убираю. И затираю. Вот, как видно на видео, при температуре почти 30 градусов, как я сказала, крем достаточно плотный. Держится хорошо, не тает. И ложится тоже достаточно хорошо. Я убирала всего один раз торт в холодильник, чтобы завершить выравнивание и убрать все мелкие дефекты в самом конце. Ну, вот конечный результат. Вот так выглядит это покрытие из этого крема на торте. После покрытия убираем торт в холодильник и можем декорировать на своё усмотрение. Если у вас этот крем постоял в холодильнике и уже стал вот таким, он становится твёрдым, как его приготовить к работе. Можно просто оставить в помещении, пока он сам дойдёт до нужной температуры и станет эластичным. А можно поставить на миску с горячей водой. И вот, немного вымешивая, надо его немножко разогреть как бы. После того, как крем немного подтает, подогреется и станет эластичным, мы его просто берём и взбиваем немножко на средних оборотах. Готовим крем к работе. Он становится опять эластичным и с ним легко работать. Крем спокойно можно хранить в холодильнике до 5 суток. Если нужно, можно замораживать. В морозилке можно держать неограниченное количество времени. После этого крем нужно разморозить. Обычным способом не в микроволновке, а просто оставить в помещении и привести в рабочее состояние. Немного повзбивать перед работой. Также окрашивается этот крем без проблем. Его можно красить любыми красителями. Вот я сейчас продемонстрирую, как красить сухой и гелевый краситель. Первый вариант простой сухой краситель. Немного добавляем и просто нужно вымешать, как обычно. окрашивается этот крем сухим красителем очень хорошо. Яркие цвета тоже получаются, просто мне сейчас нужно было очень нежно-розовый, поэтому добавила совсем чуть-чуть этого красителя. Вот структура крема не меняется, все отлично держится, красится. И второй вариант гелевый краситель. Тоже немножко добавлю и вымешаем. Тоже окрашивается гелевым очень хорошо. Также структура крема не меняется, все отлично. Как видите, никакой разницы нет. Крем остается стабильным при любых видах красителей. Если что-то пропустило, задавайте, пожалуйста, вопросы в комментариях. Буду отвечать. Вся нужная информация также будет под видео. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. На этом пока все. До новой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok